Как должен проходить осмотр гинеколога? Я не хочу говорить о том, как сейчас многие женщины пишут об ужаснейших осмотрах, но сделаем сегодня акцент, как же всё-таки должен проходить осмотр гинеколога. Друзья мои, я каждого из вас очень рада видеть сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Если вы ещё не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, делитесь вашим мнением в комментариях и задавайте интересующие вас вопросы. Давайте сегодня разбираться и как раз мы поговорим о том, когда гинекологический осмотр нужен и как он должен проходить. Я знаю, что многие женщины очень сильно боятся гинеколога. Друзья мои, вы в этом абсолютно правы. Да, действительно, на сегодняшний день есть гинекологи, которые не очень компетентно проводят осмотр, не очень компетентно спрашивают жалобы и так далее. Всё-таки всеми силами сейчас стараемся это всё изменить. Многие всё-таки люди, кто часто встречаются с врачами, всё-таки пытаются это максимально-максимально изменить. И мне кажется, что мы идём уже в сторону того, что гинекологические осмотры стали более комфортны для женщин. Соответственно, женщин менее стали бояться и так далее. Но всё-таки хочется обратить внимание на что нужно сделать акцент. Первое. Если вы пришли к гинекологу по какой-то причине, он вам не понравился. Но опять же, всё-таки на мой взгляд, причины должны быть объективны. Он на вас накричал, он вам нагрубил, что-то ещё, да, то есть вот по таким причинам, то вы можете его сменить. На сегодняшний день вы, соответственно, можете абсолютно запросто. Я говорю про обычную систему УМС, когда вы там по месту жительства пришли на приём к гинекологу. Если мы говорим про частную медицину, то здесь, ну, друзья мои, все карты вам, как говорится, в руки вы можете взять и прямо сразу же там пойти и поменять врача. То есть в этом никаких проблем нет. Меня просто удивляют женщины, которым по какой-то причине врач не понравился. И они потом либо боятся к нему ещё раз идти со страхом, там, ждут, трепечу, да, на эту тему. И следующий момент очень интересный – это женщины, которые такие, а мы тогда вообще не будем к гинекологу ходить, все гинекологи плохие. Я здесь всегда привожу примеры про мужиков, что если женщина говорит, что все мужики козлы, то так у неё и случается в жизни. Да, что если один был козёл, это не значит, что козлы все. То же самое и про гинекологов, да. То есть, да, может быть, с одним не повезло, может быть, даже с двумя или с тремя не повезло, но обязательно будет врач, с которым вам повезёт. Следующий момент. С врачом, гинекологом вы должны быть абсолютно открыты. То есть рассказать всё, что вас беспокоит. Дорогие женщины, если у вас есть какие-то симптомы, то есть выделение, боли, да, что-то вас реально беспокоит, зуд, покраснение, может, какой-то прыщик, вы должны об этом сказать. Следующий очень важный момент. Безусловно, вы должны сказать, как у вас дела обстоят в интимной жизни. Я всё-таки добиваюсь всегда от женщин. Всё ли хорошо? Если есть проблемы, вы также их должны озвучить врачу, потому что иногда эти проблемы, да, там, отсутствие половой жизни, там, сниженная либидо и многие другие, они напрямую влияют на ваше репродуктивное здоровье и на ваше, соответственно, состояние в целом и гинекологические различные заболевания. Когда женщинам задаёшь такой вопрос, они иногда начинают что-то скрывать, теряются и так далее. То есть если нет половой жизни, надо сказать, у меня нет половой жизни, потому что меня беспокоит то-то, 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 то-то. Я не хочу. Вот не хочу конкретно со своим Васькой вступать в половую жизнь. Тогда вы и уже вы с врачом будете разбираться. То есть в этом нет абсолютно ничего плохого. Просто вы можете заранее эту проблему выявить и, соответственно, начать обследоваться и уже применять те или иные методы лечения, когда мы говорим про такие очень интимные проблемы. То же самое с контрацепцией, с препаратами. Если вам назначают препарат и по каким-то своим убеждениям, по каким-то своим интуитивным, по своей интуиции вы не хотите его принимать или у вас есть сомнения, скажите об этом врачу. Не надо говорить «да-да-да, я куплю» и пропадать. То есть если врач вам назначил, значит он вам необходим. Если на сегодняшний день данный метод контрацепции или данный препарат для вас достаточно дорогой, вы так и скажите «Мария Ивановна, для меня этот препарат дорогой, я на сегодняшний день, к сожалению, не могу его купить». То есть, соответственно, Мария Ивановна должна подобрать вам препарат, другой аналог препарату, который назначен. То есть это будет правильно, это будет честно по отношению вашему к врачу и врача к вам. То есть всякие в жизни бывают ситуации, что да, действительно, сейчас многие препараты достаточно дорогие. Да, достаточно. То есть вы должны честно об этом сказать и попросить назначение другого препарата. Следующий момент. Во время осмотра у вас тоже не должно быть каких-либо дискомфортных ощущений. Я уже очень много на эту тему снимала видео, как должен гинекологический конкретный осмотр проходить, там про гигиену, про бритьё. То есть это абсолютно ваше личное дело. Конечно, лучше всего перед походом к гинекологу принять душ, но помните, что влажные салфетки перед заходом в сам кабинет использовать не нужно. Иначе всё взятие мазков, весь осмотр будет достаточно бессмысленный. Это тоже важный фактор. Поэтому, дорогие друзья, всё-таки не понравился врач, вы можете его сменить. Заранее вспомните, когда у вас был первый день последней менструации, что вас беспокоит, какие у вас были когда-либо заболевания, передающиеся половым путём, как вы их лечили, ходили ли вы после этого к гинекологу, какие у вас были травмы, операции и количество беременностей, чем оно закончилось. Это основные вопросы, которые вам задаст врач. Ну и, конечно, всё про гинекологические операции и заболевания. Также, дорогие женщины, специально для ваших мужчин я разработала препарат «Мужская мощь». Препарат, который оказывает потрясающее воздействие на потенцию, эрекцию. Соответственно, влияет на нарушение сексуальных функций, увеличивает либидо и улучшает сперматогенез. Поэтому я вам крайне рекомендую. При курсовом применении мы видим потрясающие результаты, доказанные клинически уже и лабораторно. Поэтому я крайне вам рекомендую. Препарат разработан в России, мной не содержит тяжелых металлов, красителей, ароматизаторов. То есть капсулы в желатиновой оболочке абсолютно натуральны, которые с первых капсул уже оказывают потрясающее воздействие на мужской организм. Первая ссылка в описании под этим видео. Переходите, заказывайте, забирайте и ощущайте потрясающие эффекты мужской мощи. Пока-пока, до новых встреч!